Два круга, один внутри другого. Здесь и опытные, практикующие психологи, и студенты. На рассмотрении сложный психологический случай. Сдаются вопросы, даются советы, вносятся предложения и рекомендации. Такие супервизии, когда в ходе обсуждения специалист может получить помощь в запутанном случае, в ОМГУ проходят каждый месяц на протяжении уже нескольких лет. Организует их Центр психологического образования и организационного консультирования, образованный при университете. Изначально этот Центр задумывался как та организация, которая будет заниматься на профессиональном уровне повышением квалификации, практикующих психологов и профессиональной переподготовкой. Сегодня у нас здесь интервизорская группа. Это встреча практикующих специалистов. Они будут находиться сегодня в КРУО, которые будут представлять свои сложные клинические случаи на общий разбор. То есть это все конфиденциально. То есть о клиенте информации никакой не дается, кроме его клинического случая, там симптоматики, жизненных проблем. И остальные практикующие специалисты могут помочь ему разобраться в любой такой сложной проблеме. Цель такой супервизии – повысить профессиональный уровень практикующих психологов, помочь взглянуть на проблему со стороны. Это еще и параллельная учебная группа. То есть есть психологи, которые только учатся еще и могут посмотреть и вживую послушать этот клинический материал, потому что довольно трудно подобрать студенту пациентов на консультирование. Не всегда он может потянуть и очень часто побаиваются. А здесь это возможность внутри поучаствовать, послушать, с какими проблемами приходят люди – это раз. А во-вторых, посмотреть, каким образом эти проблемы решают другие более опытные специалисты. Интересно услышать какие-то случаи, которыми, можно так сказать, не справляются даже уже психологи практики. Интересно послушать, что это за случаи, какие бывают люди, какие бывают ситуации и как с этим вообще разбираться. Просто можно принести трудные случаи. Одна голова хорошо, а когда их тут сидит 10 умных, нагруженных не только теоретическими, но и практическими знаниями. То есть это, в общем-то, просто помощь. Не только для своей работы, если кто-то работает или в дальнейшем планирует работать, а даже для личностного роста, для решения своих каких-то внутриличностных конфликтов или межличностных. То есть для себя вот конкретно очень много можно подчеркнуть, даже если человек не работает еще в этой сфере. В принципе, мы ведем большую работу по повышению квалификаций психологов. Мы приглашаем специалистов из других регионов. Чтобы стать успешным специалистом, необходимо найти правильный подход к клиенту. Для того, чтобы набраться опыта в консультировании, в налаживании контакта, на базе того же Центра психологического образования и организационного консультирования проводятся базовые и мастер-курсы. Люди, которые обучаются каким-то психологическим профессиям, они, если все хорошо, довольно хорошо разбираются в диагностике, в психологических теориях, но совершенно не разбираются в приложении всего этого к практическому живому человеку, к практической деятельности. Поэтому проект, который мы организовали, связанный с обучением профессии, с обучением того, что должен делать психотерапевт, оно направлено на привитие навыков практической работы с человеком, но и на развитие этих способностей, которые позволяют быть помогающим специалистам. Кроме этих задач у курса есть и еще одна цель. В области практической психологии и психотерапии любой специалист, который хочет работать профессионально, должен перед этим вложиться не только просто в то, чтобы освоить теорию или научиться что-то делать практически с человеком. Он должен сделать еще очень специфическую работу, которая, строго говоря, не нужна профессионалам в других сферах. Он должен в значительной степени вылечить себя. Он должен решить свои собственные внутренние проблемы, он должен вложиться в это, он должен понять, в чем были сильные стороны, слабые, разрешить внутренний конфликт, в общем, стать более в эмоциональном смысле здоровым. Для этого на курсах психолог примеряет на себя роль клиента. Это дает и ему возможность узнать, что чувствуют люди на приеме, и его коллеге дает возможность набраться опыта. А в результате достигается главная цель – повышается общий профессиональный уровень специалистов. Субтитры создавал DimaTorzok